Согласно телеграмме 15542 первого вице-президента АО РЖД Морозова, по случаю столкновения грузовых поездов на перегоне Ирал-Семская-Куйбышевской железной дороги, В эксплуатационном локомотивном депо Курган проводятся занятия по приобретению навыков работниками локомотивных бригад определения целости тормозной магистрали грузовых поездов. Для обучения используются локомотивы, находящиеся на тракционных путях депо. Имитация тормозной магистрали грузового поезда создается соединением тормозной магистрали локомотива, на котором проводится обучение, с питательной магистралью второго локомотива. Питательная магистраль и главные резервуары второго локомотива имитируют объем тормозной магистрали грузового состава. А для имитации утечек в поезде на головку концевого рукава устанавливается специальное приспособление с атмосферным 6-миллиметровым отверстием. Обучение производится в два этапа. При первом этапе рассказывается, что необходимо знать для выявления нарушений целостности тормозной магистрали. Перед отправлением локомотивная бригада обязана проверить плотность тормозной магистрали поезда по падению давления в главных резервуарах локомотива. Время снижения давления на 0,5 кг сила на сантиметр в квадрате должно в соответствии от объема главных резервуаров локомотива и длины состава в осях соответствовать. Для электровозов серии ВЛ-10 и ВЛ-11 с объемом главных резервуаров 1500 литров. Для электровозов серии ВЛ-10К, ВЛ-11М и 2С6 с объемом главных резервуаров 2000 литров. А для тепловозов серии ЧМЭ-3 и ЧМЭ-3Т с объемом главных резервуаров 1000 литров. При проверке плотности тормозной магистрали также убеждается, что она не изменилась. От величины указано справки ВУ-45 на 20% в большую или меньшую сторону. Также перед правлением проверяется целостность тормозной магистрали поезда, постановка и ручки крана машиниста в первое положение на 3-4 секунды. При этом машинист наблюдает за радостью показаний манометров главных резервуаров и тормозной магистрали. Разность показаний манометров менее чем на 0,5, а также если при переводе ручки крана во второе положение наблюдается длительный выброс воздуха через атмосферное отверстие, все это укажет на перекрытое положение концевых кранов 20 вагонов в голове поезда или наличие пробки в тормозной магистрали этих вагонов. В процессе обучения преподаватель практически показывает, как изменяется разность показаний манометров главных резервуаров и тормозной магистрали при первом положении ручки крана машиниста при изменении объема тормозной магистрали поезда. Для имитации перекрытия кранов в составе поезда преподаватель сначала производит перекрытие концевых кранов межкузовного соединения питательной магистрали второго локомотива. А затем концевых кранов между тормозной магистрали первого локомотива и питательной магистрали второго локомотива. После каждого перекрытия концевых кранов преподаватель практически показывает, какие изменения происходят при проверке целостности тормозной магистрали. Второй этап обучения заключается в тестировании работника. Производятся проверки теоретических знаний обучаемого и практическое определение признаков целостности тормозной магистрали. Тестирование считается пройденным успешно, если работник правильно ответил на вопросы преподавателя и определил нарушение целостности тормозной магистрали при перекрытии концевых кранов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok